Реализация программы капитального ремонта многоквартирных домов в 2015 году ведется в нашем регионе активно. Есть уже и результаты работы, есть уже и отзывы, причем как положительные, так и отрицательные. К примеру, жильцы этого дома на улице Второй и Бутырке столкнулись с такой проблемой, как протекающая крыша. И сейчас климат в квартирах им приходится налаживать буквально с помощью зонта. И это пока температура на улице положительная. К Новому году синоптики обещают сильные морозы. И какие последствия выльются из этого, понимаете сами. Про зонт это, кстати, не шутка вовсе. С середины ноября, а именно тогда начали ремонтировать крышу 12-ти этажки, жильцов 20-ти квартир успело затопить уже три раза. Причем не слабо. Компания «Спецстройрегион», видимо, взялась за работу не в тех погодных условиях. Вот значит, они привезли, сгрузили, асфальт уже остыл. Пока мальчик нагрузил, поднял наверх, он еще остыл. В итоге асфальт из горячего состояния превратился в что? Стал как сыпучий песок. Я, кто приходил, тот прораб, я и говорила, вы что сделали? Вы нашу крышу превратили в решеток. Еще одной проблемой стало то, что горе-специалисты засорили ливневку на крыше. И в первый же дождливый день с потолка на головы людей полилась вода в перемешку с битумом. Да и ремонт, который должен был завершиться до 17 декабря, по мнению жильцов дома, уже подзатянулся. В итоге им такое отношение к себе надоело, и договор с подрядчиком был расторгнут. Недобросовестные строители ушли, а мусор у дома оставили. Застывший асфальт в перемешку с битумом и осколками бетона так и лежит у парадного входа. Я подошла к Вашнину и говорю, Игорь Васильевич, вот то-то, 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 значит, что за собой не убрали, почти целая машина асфальта. Я говорю, лебедка стоит, бочка, я говорю, был сильный шторм. Не дай бог, я говорю, что вот это, значит, как сорвется и кого-нибудь убьет. Это очень страшное дело. И все это безалаберно уже, я говорю, дней 10 так. Галина Григорьевна, я была пьяного, Ольга Владимировна все фотографировала. Он сказал, у меня, говорит, все фотографии есть. Галина Григорьевна, мы все это уберем. До Нового года я вам даю обещание, что мы все это уберем. Сейчас жильцы дома пытаются добиться от руководства регионального фонда капремонта хотя бы окончания ремонтных работ. О качестве уже никто и не заикается. И пока рязанцы активно готовятся к новогодним праздникам и наряжают свои квартиры разноцветными лампочками и мишурой, жители дома номер 5 на улице 2 Бутырки всеми силами пытаются добиться компенсации за испорченный ремонт в своих квартирах. Вот такое предновогоднее античудо.